Только я хотел было выпустить ролик про все изменения к новому сезону, которые произошли после последнего оперативного обновления в eFootball, как вдруг Konami объявили об обновлении игры до eFootball 2023. Но это далеко не вся информация, которой они поделились с игроками, и в рамках сегодняшнего ролика предлагаю это все обсудить и обсудить как всегда поподробнее. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, в комментариях делитесь своим мнением, ну и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. А перед этим рекомендую подписаться на нашу группу ВКонтакте и на мой Телеграм-канал, ссылки на которые присутствуют в описании. В Телеграм-канале я также делюсь новостями и слухами, а также разбавляю это своим мнением по поводу той или иной новости или того или иного события. В группе ВКонтакте также присутствуют новости и слухи, которые время от времени разбавляются патчами. Также поддержав работу сообщества ВКонтакте и Ютуб-канала, вы получите доступ к дополнительному контенту. Ссылка в описании. Про 25 число мы уже говорили неоднократно и после последнего оперативного обновления наши ждания лишь подтвердились, поскольку пятая фаза в рамках дивизионов Ефутбол продлена до 25 числа. А это значит, что 25 числа мы бы получили обновление до Ефутбол 2023, либо же старт третьего сезона, одно из двух. И выступив сегодня, Канами заявили, что уже 25 августа произойдет небольшое обновление до Ефутбол 2023, которое подготовит игру на новый футбольный сезон 22-23. К слову, игра уже готовится к этому сезону и постепенно обновляет трансферы. Таким образом, на данный момент, на момент записи этого ролика, в игре уже произошли некоторые трансферы, а у той же Барселоны, например, пропали спонсоры с футболки, но саму форму не обновили. Разработчики же сообщают, что после этого обновления, обновятся составы участников в лигах, появятся новые лиги и, в общем, произойдет футбольная рокировка на новый сезон. Также перенесутся все активы игроков, которые они заимели на данный момент, это ГПшки, это Голда, это и Футбол Пойнс и тому подобное. Также ничего не случится с вашим составом, игроки также переместятся и, по сути, изменения по большей части будут только косметическими. Поэтому, Konami также сообщают, что уже в ноябре они проведут масштабное техобслуживание для переноса игровых активов, ну и, как нетрудно догадаться, для добавления нового глобального контента. А если вспомнить все наши многочисленные слухи по поводу режимов и прочего, стоит ожидать, что вместе с этим техническим обслуживанием в ноябре появится и офлайн-контент. Не те же самые карьеры, но, например, режим редактирования, команды для офлайн-матчей и тому подобное. Konami также сообщили, что большим количеством информации поделится чуть позже, а поэтому это далеко не вся информация, которую мы можем получить до конца этого месяца. Поэтому продолжаем следить за развитием событий и, если что, сразу же это обсуждаем в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, ссылки на которые присутствуют в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Я всех был Груз просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!